всем доброго времени суток и тут я сделал уже кое-какие тестики нашего значит планшета провис модель nb 961 заснял значит их на телефон сейчас посмотрим что там у нас так заходим все так у нас тут аппарат в antutu набирает 20355 баллов geekbench в одноядерном режиме 381 балл и в multi core 1026 баллов и по поводу gps вот такой скромненький результат но дело в том что я делал тест в квартире мне пришлось выходить на балкон чтобы лучше значит ловил сигнал от спутника но думаю все на улице находиться то этот показатель будет намного лучше и находить будет гораздо быстрее хотя он в принципе так довольно быстро все нашел поэтому gps работает хорошо 3g к сожалению еще не проверял вот но обязательно потом проезд так 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 что же еще хотел а по поводу батарейки стать автономно здесь просто замечательно как по мне очень хорошая у нас чуть-чуть хочу показать а вот и как я говорил как-то в прошлом видео дешевая рыбка средненькая юшка или плохая юшка вот видите здесь и здесь вам видно тут тут гнется здесь столь экран плохо приклеен то ли что непонятно про через уголок видите как продевается это просто недопустимое безобразие ужас-то какой ну с этим можно жить в принципе не смертельно я думаю все не отклеится к чертям собачьим экран то будет нам так смотрим на автономность на кран переворачивается давать нормальное положение где тут у нас стоп надо нам найти батареи и так смотрим вот у нас 49 процентов заряда вчера я купил его утром и у меня было здесь 78 процентов заряда то есть у нас получается 29 процентов заряда больше чем за сутки ушло вот причем его как бы пользовались им использовали здесь вот такая диаграмма есть небольшая разряжается он так интересно как-то непонятно в общем вот такие вот нас данные получать за один день использования и 5 часов 29 процентов заряда у нас ушло то есть грубо говоря он у нас где-то около четырех дней должен работать без подсарядки в принципе принципе нормально для планшета это неплохо некоторые телефоны вообще и планшеты каждый день заряжать надо тех которых емкость батареи поменьше вот здесь напоминаю что емкость батареи 5000 миллиампер час это хорошая батарейка а вот видим принципе работает она нормально я уже говорил здесь есть 3g можно даже звонить с телефона вот все значится замечательно картиночки у нас тут картиночки имович работает все шустренько без тормозов ну понятное дело это же не 8 ядерный процессор там и не набирает он в antutu по 300 тысяч баллов ну по крайней мере работает замечательный интерфейс не не тормозит вообще можем даже еще в antutu зайти посмотреть по импетру там у нас такого как видите здесь 20 355 и смотрим по параметрам у нас здесь так 60 32 ой 60 32 мы сморозил 32 битная система и старый процессор стоит mt6580 это типа энергоэффективный процессор его раньше ставили в телефоны он четырех ядерный вот и он очень древний такой процессор у меня когда-то стоял в леново с 930 дальше у нас стоит mali t400 слабенький видеоускоритель видео это конечно ощущается и в играх разрешение дисплея 1280 на 800 камера 2 мегапикселя камера кстати здесь снимает опиратность я даже покажу как она снимает просто камера здесь для галочки вот на качество камера такую отвратно я не скажу просто вспышка здесь есть и как бы она не очень ну на камеру как-то не особо видно ну вроде более-менее сносное качество но на самом деле это не так живую когда смотришь она прям такое мыльное просто все размытое ужас прям так вот 2 мегапикселей снимают они ужасно так мне хотя по параметрам мы смотрели в антуту зайдем так в антут у нас камера 2 мегапикселя разрешение 1920 на 1072 пикселя так оперативной памяти у нас 2 гигабайта это очень хорошо встроенной памяти на 16 гигабайт доступно 11 870 ну собственно то же самое у нас с рам не все доступно доступно только 1973 мегабайта памяти и значит available у нас 691 почти 700 мегабайт так что у нас дальше частота процессора у нас 1 и 3 гигагерца ну или 1300 мегагерц как хотите поставщик мали у нас а я рвм что там же сам процессор у пин дж у нас есть два и ноль слабенький так мульти тач у нас есть и у нас здесь 160 дпи аж найдем это конечно мало так а сколько у нас тут мульти тач она посмотрите 5 есть только 5 5 к самым принципе этого достаточно больше и не 0 так что он из потрясаю 5 температурным показывать у нас есть что у нас еще есть так акселерон экран текей есть сила тяжести есть даже ничего себе так там гироскоп есть датчик освещения есть что дальше линейное ускорение есть потом магнитное поле тоже есть и еще один датчик у нас тут ориентация и при приближении даже датчик приближений еще не понял куда где кому какое приближение устроить не знаю так приближение и еще один векторное вращение даже есть короче датчиков принципе за такие денежки то еще и нормально я думаю вообще там два датчика будет только акселерометра там еще шуми подобный гироскоп какой-то а тут еще так нормально напихали так что неплохо пить меньше у нас там данные правда в гикбенче не сильно разбираюсь там не особо тут еще нормально в этом моду юра девайс прикольно а он вообще по-другому называется здесь если называется у нас праве что здесь у нас получается какой-то джи линкикс видится 61 я так полагаю это заказывают какой-то но у бренд но нейм бренд клеит на него свои значит логотипы там сидела не потом продают под свои марка тут у нас что получается здесь все то же самое в принципе по батарейке у нас тут так а единственный тест батарейки не делал надо бы сделать до из батарейки чтобы у нас для полноты картине так сказать что было ну вот это в принципе ну вот у нас многозадачность как видите все пролистывается просто замечательно никаких тормозов единственное еще кстати здесь touch не особо чувствительную то есть ну такой работает нормально но как бы хотелось бы лучше чтобы чувствительнее был потому что иногда бывает так ну подтормазывать в youtube можем зайти посмотреть что-то потому что в прошлый раз со мной в youtube не удалось зайти вот сейчас посмотрим что тут у нас в ютубчике вот это как у нас видео здесь промотаем чуть-чуть разрешение у нас 720 пикселей так он что с usd не подделывает странно так о чем дело что-то он подзавис ну-ка ну-ка на оперативную память почистить надо что-то он как-то туговато работает так 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 hd не тянет слабоват конечно на это очень большой минус видео full hd и hd не посмотришь потому что он подвисает это конечно неприятно в общем здесь ему не зачет не зачет полный потому что мы хотим смотреть full hd а а здесь нет так что вот такие вот девички ну в общем всяком случае решать то вам что там да как вот я навязывать свое решение не буду поэтому ну сейчас попробуем еще конечно сделать вот так может это все из-за оперативной памяти почистим сейчас и зайдем посмотрим снова как оно будет работать скорее всего мне покажется из-за оперативки выставим качество видео так поехали ну-ка а 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 то есть 360p идет нормально а HD уже не хочет тянуть вот 360 сейчас нормально идет слабоват конечно так что вот такие девички слабоват конечно аппарат так что не знаю очень неоднозначные ощущения в принципе для юзания в интернете он очень даже пойдет потому что браузер не глючит ничего все нормально работает все довольно шестненько вот ну вот так вот с видео конечно не знаю это только в ютубе он так проверяет или если на накопитель закинуть тоже так будет надо будет попробовать закинуть на этот самый накопитель внутренний и проверим как оно пойдет значит вот такой вот у нас обзор сегодня был так что ставим лайки подписывайся на канал всем спасибо пока и комментируем не забываем пока